Здравствуйте! Это рубрика «Афиша» и мы готовы рассказать вам о самых интересных событиях на ближайшие дни. 4G кинотеатр под открытым небом на набережной спортивной гавани приглашает горожан посетить один из киносеансов. Этот проект работает по своим правилам. Здесь нет кассы, билетов и рядов кресел, но имеются большой экран, мягкие пуфы, бесплатный попкорн и фильмы разных жанров. Павильон располагается рядом с арт-объектом «Семь сопок» и сеансы там проходят при любой погоде. Начало показов в 16, 18 и 20 часов. Вход свободный. Лекция о профессиональной музыке пройдет в библиотеке «Бук». О том, что собой представляет работа профессионального музыканта и как подступиться к обучению игре на инструменте, расскажет Сергей Фролов, участник эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии и оркестра штаба ТОВ. В лекцию будет включено живое исполнение музыки в разных жанрах. Всех желающих ждут в 19 часов по адресу Светланская, 55, вход свободный. Музыкальный фестиваль «Рок в защиту животных» пройдет во Владивостоке 9 августа. Основная цель акции – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными и донести до окружающих, что все мы равны в этом мире. Участниками фестиваля станут группы из Приморья и Москвы. Стоимость билета в 250 рублей. При этом деньги, которые вы заплатите за вход, пойдут на благотворительные цели. Начало программы в 21.00 по адресу Светланская, 56. В здании спорткомплекса «Олимпиад» состоится первый масштабный конкурс среди мастеров декоративно-прикладного искусства «Грани творчества». Мероприятие будет представлено как шоу, где мастера в 14 номинациях в режиме реального времени создадут свои уникальные произведения. Конкурс пройдет под темой «Приморская тайга». Также будут работать ярмарка, мастер-классы и состоится модное дефиле. Мероприятие открыто для посетителей с 12 до 19 часов, вход свободный. Дни Вархаммера пройдут в субботу и в воскресенье в городском дворце детского творчества. Для тех, кто не знает, Вархаммер – это вселенная далекого космического будущего, которая воплощена на игровом столе. Игра такого формата – это новые шахматы, где ходят не фигурами, а миниатюрами боевых машин, героев и солдат. Мероприятие будет открыто для всех желающих с 12 до 19 часов по адресу Океанский проспект, 43, дворец детского творчества. В амфитеатре на спортивной набережной состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители Владивостока смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков или телефонов. Мероприятие начнется в 20.30 и пройдет под открытым небом. Вход для зрителей свободный. В воскресенье во Владивостоке состоится ежегодный турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Соревноваться будут три категории участников – юноши и девушки младше 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины старше 19 лет. Игры пройдут на территории Центра детского творчества с 10 часов утра по адресу Океанский проспект, 43. Вход свободный. Приморский государственный музей имени Арсеньева приглашает детей от 7 лет на опознавательную программу «Сицы, краски и текстиль». Участники узнают, как ткани могут изменить жизнь человека, как на них влияет мода и зачем различные события прошлого изображали на ситцевых платках. Стоимость билетов – 200 рублей. Начало мероприятия в 12 и 15 часов по адресу Светланская 2. На Приморской сцене Мариинского театра покажет оперу Моцарта «Волшебная флейта». В ней композитор воплотил свою мечту о написании масштабной оперы на немецком языке. На первый взгляд, «Волшебная флейта» – это опера-сказка, где прославляется победа добра над злом. На самом деле она является глубочайшим философским произведением, где воплотился моцартовский идеал справедливого государства. При всей запутанности сюжетной фабулы идея оперы предельно ясна. Путь к счастью лежит только через преодоление трудностей и испытаний. Начало спектакля в 17 часов, стоимость билетов от 100 до 2000 рублей. Пока на этом все. Хороших вам выходных и до встречи на культурных площадках города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok